Добрый день, дорогие участники нашей конференции. Очень рад приветствовать всех вас в стенах нашего Армавирского государственного педагогического университета. Для тех, кто впервые у нас сегодня находится, мы хотим сказать, что буквально два года назад мы переступили рубеж 65-летней. На Всероссийской конференции с международным участием по робототехнике присутствовали более 100 представителей со всей России. Этой инновационной темой ВУЗ занимается в течение уже пяти лет, ежегодно проводя тематические фестивали. Однако, подобное мероприятие такого масштаба прошло в АГПУ впервые. Сегодня очень популярным является робототехника. Надо понимать, что Министерство образования и науки Российской Федерации образовательную область робототехнику включило в школьный предмет технология, как курс. И поэтому мы, ВУЗ, который ведет подготовку учителей технологии, включили и уже четвертый год занимаемся образовательной робототехникой в рамках подготовки учителя технологии. Я уверен, что это направление в будущем будет еще более востребованным. 17 городов и районов Российской Федерации, такие как Ставрополь, Ростов, Таганрог, Санкт-Петербург, Москва и Республики Кавказа, приняли участие в мероприятии. Началось оно с пленарного заседания в актовом зале университета, где специалисты обсудили пути развития робототехники в России, необходимость и актуальность этого направления во всех сферах человеческой деятельности. Роботы, которые должны окружать человека повсеместно и помогать человеку во всех его задачах. На производстве, в больницах, в социальной сфере, в сложных опасных условиях, в военной сфере, везде должны быть помощники. По окончании заседания участники посетили выставку, где познакомились с авторскими разработками молодежи в этом направлении. Одни из самых юных представителей – команда школьников под названием «Умная сила». Их проект, представленный на робофесте, модель мусороперерабатывающего комплекса, создавался с целью решения экологических проблем на планете. В нем используется специальная машина для погрузки мусора, также пресс, который перерабатывает мусор, и робот-сортировщик, который расставляет мусор в баке. Это все происходит, он его перерабатывает, также мусор попадает в баке. А участники из Услабинска представили робота под названием «Аватар». Это воплощение своего оператора может полностью дублировать его действия, что можно с успехом применять в спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях, пояснили авторы. Были здесь и роботы-бойцы, и забавные мышки, бегающие по заданной траектории. Но самое главное то, что в глазах каждого участника был энтузиазм и цель дальнейшего усовершенствования не только своего проекта, но и общественных технологий в целом. Ирина Чупина, Михаил Тихонов, служба новостей Армавира.